Сегодня депутатам начали приходить смс-ки с номера 067-252-88-68. В указанных смс-ках сообщается о том, что состоится сессия Днепропетровского горсовета в помещении Амур-Нижнеднепровской районной рады, и там будет в ней очередная сессия. Подписанная смс-ка депутатам горсовета с Барской. Необходимо отметить, что существует процедура созыва сессии и процедура проведения сессии. Такая процедура предусматривается законом Украины о местном самоуправлении, и такая процедура с отсылками на закон о местном самоуправлении предусматривается регламентом городского совета. Мы внимательно посмотрели регламент городского совета, и регламент в принципе не предусматривает проведение любых заседаний вне пределов зала пленарных заседаний. Соответственно, созыв сессии, вернее, это даже не созыв, это рассылание смс-ки о том, что сессия где-то состоится, это не более чем личная инициатива определенного человека. В действительности на сегодняшний день право созывать сессию есть у Днепропетровского городского головы, а если депутаты обращаются к нему, и он необоснованно отказывает в проведении сессии, тогда депутаты могут собирать ее сами. Оппозиционный блок просил созвать сессию на 28 декабря, но сессия была созвана еще раньше, она была созвана 21 декабря, и все вопросы, о которых просили депутаты, были выставлены в повестку дня. Единственный вопрос, который в повестку дня не выставлялся, был вопрос принятия бюджета, поскольку это процедурный вопрос, и проект бюджета необходимо публиковать не менее, чем за 20 дней до момента его принятия. Это все было объяснено на сессии 21 декабря Днепропетровским городским головой Филатовым, после чего все вопросы касательно проведения сессии 28 были сняты. Соответственно, не было неаргументированного отказа Филатова проводить сессию, поскольку сессия на предложение нескольких депутатских групп была проведена 21 декабря. Дальнейших после указанной даты обращений депутатов касательно созвана сессии не поступало. Учитывая указанное, нет никаких правовых оснований, во-первых, требовать созыва сессии, а во-вторых, созывать ее вне зала пленарного заседания. То есть фактически мы понимаем, что опять-таки происходит непроцедурная попытка решения своих личных вопросов. В прошлый раз мы наблюдали печать бюллетеней без выставления вопроса на голосование. Опять-таки Катерина Сбарская, назвавшись тогда сначала секретарем счетной комиссии, а потом председателем счетной комиссии, начала печатать бюллетени. Надо понимать, что для того, чтобы начинать печатать бюллетени, необходимо, чтобы депутаты утвердили повестку дня, вопрос был выставлен на голосование, и только после этого счетная комиссия приступает к работе и начинает печатать бюллетени. Несколько депутатов, именно в количестве двух человек, побежали в соседнюю комнату и начали печатать бюллетени. То есть по этому поводу уже обратились правоохранительные органы с заявлением о фальсификации документов. На сегодняшний день мы видим ту же картину, когда несколько, ну в данном случае один депутат от своего имени сообщает всем о том, что завтра в 6 утра будет проходить сессия горсовета. Сессия горсовета можно провести, но делать это необходимо по процедуре. Обратиться к мэру, получить отказ, обоснованный либо необоснованный отказ. И по результатам этого отказа депутаты смогут принимать решение о проведении внеочередной сессии. Более того, мы сейчас вообще не говорим о проведении... Более того, мы не говорим о проведении сессии, поскольку сессия и так сейчас длится. Сейчас в пленарном заседании сессии объявлен перерыв. Соответственно, никаких оснований для того, чтобы созывать внеочередную сессию у депутатов не существует. Объявлен перерыв. И депутаты могут попросить назначить следующее пленарное заседание первой сессии горсовета на какую-то дату. И идти в рамках этой процедуры. Но депутаты не могут инициировать новую сессию. То есть непонятно, как при открытой первой сессии можно проводить, например, вторую сессию. Все эти проблемные вопросы и все эти противоречия, я думаю, скорее всего, надо адресовать госпоже Сбарской, чтобы получить от нее какие-то комментарии, каким образом она себе представляет проведение сессии вне зала пленарных заседаний сессии. И что она там хочет увидеть. То есть, опять-таки, все решения сессии должен подписывать городской голова. И, ну, как минимум, они потом с какой-то бумагой должны будут прийти к филату. Может, сразу лучше прийти сюда, в зал пленарных заседаний, спокойненько провести сессию по предусмотренной законам процедуре. Как можно трактовать эту пробку создать сессию? Это дезинферизация в политической ситуации? Ну, я это трактую точно так же, как попытка напечатать бюллетени в какой-то отдельной комнате без назначения голосования. Это тоже то же самое. То есть, ну, теперь это просто не отдельная комната, а отдельное помещение. Потому что в этой отдельной комнате у них не получилось. Возможно, получится где-то в отдельном помещении. А законно это, незаконно это даже невозможно проверить. Потому что есть система РАДА. По регламенту все регистрируются с помощью своих карточек в системе РАДА. И тогда пленарное заседание объявляется либо правомочным, либо неправомочным. Регистрация в системе РАДА производиться не будет. Оснований для проведения сессии в каком-либо другом месте тоже нет. Обращения к мэру от госпожи Сбарской с требованием созвать сессии нет. Обращения к мэру от фракции Громадская сила с требованием собрать сессию тоже нет. Почему госпожа Сбарская решила, что она имеет право созвать сессию, непонятно. Надо помнить, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины государственные органы действуют в пределах полномочий, указанных законами. Соответственно, есть определенная процедура, указанная законом. Есть определенная процедура, установленная регламентом. Если идти в нарушение указанной процедуры, то фактически никакого решения принято быть не может. Это то же самое, что мы сейчас с вами поговорим. Я здесь подпишу какие-то документы и буду считать их правомерными. Но в действительности нет. Решение о повестке принято большинством депутатов. Повестка утверждена. Повестка еще до конца не рассмотрена. И мы должны идти с учетом решения о повестке дня. И с учетом того, что повестку дня выдвигает мэр, ее принимают депутаты. И потом они в рамках этой повестки дня производят принятие решений. То есть они могут голосовать за какое-то решение, могут голосовать против. Но это осуществляется только в рамках той процедуры, которая есть. Мы видим, что процедура на сегодняшний день, то есть люди максимально уходят от процедуры и пытаются протащить незаконное, непроцедурное решение. Я думаю, что депутаты от Укропа в 6 утра не собираются ехать куда-либо, чтобы там... Ну, а что там делать? А у вас нет информации, кто уже согласился? У меня нет информации, кто уже согласился. И я могу представить, что такая смс-ка могла всем прийти, да? Или, ну, например, если мне взбредет в голову отправить всем смс-ку, уважаемые депутаты, завтра на 3 ночи назначено проведение сессии. Ну, давайте доведем этот вопрос до абсурда. Давайте соберемся в 4 утра, в 3 утра. Давайте каждый депутат отправит собственную смс-ку. И соберемся, я не знаю, там, сначала в 2 ночи в Жовтневом исполкоме, потом в 3 ночи в Ленинском исполкоме, в 4 утра в Красногвардейском. Вот. И так все депутаты будут целую ночь кататься, они понимают, в какой реальности они находятся. Все очень просто. Есть процедура. Процедура созова сессии, процедура проведения сессии. Есть здание горсовета, есть зал пленарных заседаний. В нем проводится сессионное заседание. Собирать какому-то одному депутату посредством смс-оповещений сессию в другом помещении, в принципе, невозможно. Поэтому мы к этому относимся с юмором. Мы вот, вот я же уже сказал, можем в 2 ночи собраться в Жовтневом исполкоме.